В Беларуси в ближайшие месяцы ожидается падение спроса на кредиты в долларах и евро. Нацбанк провел экспертный опрос. По данным анкетирования, в первом квартале крупный бизнес существенно снизил такие заимствования. Аналогичным образом поступил малый и средний. Предприниматели опасаются американской и европейской валюты на фоне западных санкций. Почти 126 тысяч многодетных получили семейный капитал. Он назначается при рождении, усыновлении или удочерении третьего и последующего ребенка. Объем господдержки на 1 мая превысил миллиард рублей и 826 миллионов долларов. До 2020 родителям полагалось 10 тысяч долларов. После выплаты в национальной валюте. В 2023 сумма 29 тысяч 950 рублей. Деньги можно использовать досрочно, не дожидаясь совершеннолетия. В стране за сутки ликвидировано 15 лесных пожаров. По три возгорания произошли в Гомельской, Гродненской и Могилевской областях. Еще два случая зафиксированы в Минской. Запреты и ограничения введены почти в 120 районах. Должностные лица Гослесохраны в эти дни работают в усиленном режиме. В Беларуси успешно реализуют стратегию обращения с отходами. На переработку собирают почти 96% бумаги и порядка 70 стекла. Совершенствуют деятельность по сбору полимеров. Положительный пример в Гродненской и Брестской областях. В планах масштабировать показатели повсеместно. Экологические меры должны приносить прибыль. Белавия изменила правила. Товары, купленные в Дьюти Фри и Портпледы, больше не идут дополнительно к ручной клади. Кроме того, при регистрации или посадке у каждого пассажира должна быть маркировка на багаж. Бирки разные, все зависит от веса и вида сумки. Изменения связаны не только с международными требованиями, но и с комфортом.